А теперь другим темам. Одним из самых старейших поселений Славянского района является Петровская. Ему недавно исполнилось 200 лет. Самому молодому населенному пункту в пять раз меньше. Прибрежное сельское поселение в этом году отметило 40-летний юбилей. Несмотря на свой сравнительно юный возраст, поселение имеет богатую историю. Тему продолжат мои коллеги. Некогда прибрежное сельское поселение было северной окраиной Славянска-на-Кубани. После того, как здесь в 1928 году заложили один из крупнейших садов в мире – Сад-Гигант, был создан Прибрежный сельский округ. Окончательно территория отделилась от города в 1977 году. Тогда появился Прибрежный сельский совет народных депутатов. А отделения агрофирмы Сад-Гигант переименованы в поселки округа – Прибрежный, Совхозный, Вишневый, Садовый и Степной. Сегодня это одно из самых красивых и благоустроенных поселений района, в котором выросло не одно поколение настоящих тружеников – людей, беззаветно любящих свою малую родину. Вы знаете, вот заезжаешь за арку и другая аура, вообще даже другая аура. Смотрите, какая у нас аллея какая, аллея славы, аллея трудовой славы, да, там. Ну, вообще, не знаю, очень хорошо. Вот, вы знаете, я здесь живу как вот дома. Семьи выросли, дети здесь выросли. Все живем как одна семья, все друг друга знаем. 40-летний юбилей жители Прибрежного сельского поселения решили отметить с размахом. На площади у сельского дома культуры построили куреньи, организовали выставку местных народных умельцев. Детвору развлекали сказочные персонажи. Среди гостей праздника были и жители других городов. Светлана Мик приехала к дочери из Комсомольска-на-Амуре и была поражена красотой поселения, гостеприимством его жителей. Улицы очень чистые, мне очень понравилось. Зеленые, чистые, цветные. Летом вообще все цвело. Красотища такая, идешь и радуешься. И эти праздники настолько радуют, что люди объединены, собираются вместе, празднуют, детки с ними вместе. И организовано неплохо. Я считаю, что просто люди счастливы, когда попадают в такую обстановку. Продолжился праздник в концертном зале сельского дома культуры. Жителей с юбилеем поздравила глава Прибрежного сельского поселения Татьяна Сайганова. Этот праздник позволяет на одну и вновь обратиться к истории, вспомнить добрым словом тех, кто прославит ее своим трудом. С благодарностью мы обращаемся к ветеранам войны и труда, гордимся трудовыми династиями. Наши поселки славятся своей историей, трудовыми и культурными традициями, инициативными, трудолюбивыми и талантливыми людьми. Благодаря вашему трудолюбию, настойчивости, гордости за свою малую родину, благодаря поддержке главы Министерального образования Славинский район и руководству агрофирмы Сангигант, наше поселение динамично развивается. От всей души поздравляю всех с праздником, желаю крепкого здоровья. Пусть в каждом доме звучит детский смех. Цари счастья, благополучия и радость. Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты. Мира, стабильности вам, вашим близким. С праздником, дорогие земляки. Слова поздравлений своим землякам, жителям прибрежного сельского поселения, сказал и глава Славинского района Роман Сенеговский, который здесь родился и вырос. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто внес свой вклад и старшему поколению, и тем, кто трудится сейчас, и те, кто принимает эстафету сейчас у нас, потому что наша молодежь, она нас радует. Я надеюсь, что они также будут трудиться на благо нашего поселения, будут его развивать. Спасибо всему бизнесу, который здесь работает, трудится, кладывает деньги. Всем жителям, всем ветеранам, потому что благодаря ветеранам есть сегодня определенная школа, свои традиции, свои устои, своя культура в нашем поселении. В общем, мы любим свою малую родину, дай бог ей развиваться. Всего самого доброго. С праздником! Какой день рождения без подарков? От районной администрации главе поселения вручили цифровой фотоаппарат, чтобы можно было запечатлеть самые яркие моменты жизни поселения. Но на этом приятные сюрпризы не закончились. На праздники чествовали старейших жителей Прибрежного, отметили передовиков производства, почетных граждан, юных талантов и спортсменов, активистов, многодетные семьи, юбиляров семейной жизни. Супруги Андрей и Людмила Гончар вместе уже полувека. В этом году они отмечают золотую свадьбу. Все было и горе, и счастье, и трудности. Но мы сумели это все пережить. И желаем, чтобы все-все жили прекрасно, как бы ни было трудно. Берегите друг друга. О себе супруги Гончар говорят, что они очень богатые люди. И их главное богатство – это семья. Я рада, очень довольна, благодарна своим деткам. У меня их трое. Благодарны детям, всей семье. Пятеро внуков, семеро правнуков. Я хочу всю нашу семью поблагодарить за то, что они нас поддерживают. А нас, их как футбольная команда, у нас в семье 24 человека. День рождения Прибрежного сельского поселения получился каким-то необыкновенно добрым и душевным. Масса подарков, поздравлений, приятные сюрпризы, конкурсы, игры, выступления творческих коллективов. Одним словом, праздник удался на славу. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александр Тимовская. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...